Участок республиканской трассы Челябинск-Новосибирска от Петропавловска до Мамлютки с выходом на пункт пограничного контроля Жанажол в направлении Кургана реконструируют уже третий год. 60 километров дорожного полотна будут соответствовать всем мировым стандартам, обещают подрядчики. На каком этапе сейчас работы и каково их качество, проинспектировал глава региона Кумар Аксакалов. Трасса Петропавловск-Мамлютка была построена еще в 60-е годы прошлого столетия. С тех пор, конечно, проводился частичный и ямочный ремонт, но к капитальному приступили лишь в 2017-м. И уже сегодня проложено 29 километров нового асфальта. И это только половина всей протяженности реконструируемой республиканской трассы Челябинск-Новосибирск. Всего же запланировано отремонтировать 60 километров дорожного полотна, что обойдется в 26,7 миллиардов тенге. В период строительного сезона задействовано 257 человек и 141 единица техники. Подрядчик АО «Кадорстрой». Для реализации данного проекта необходимо будет порядка 2 миллионов кубометров инертного материала, щебня различных фракций, порядка 3 миллионов кубометров грунта, около 22 тысяч тонн битума. Все произведенные работы соответствуют требованиям строительных норм и правил, все примененные материалы соответствуют требованиям стандартов. Это подтверждается как исполнительной технической документацией, так и заключениями соответствующих служб, в том числе национальным центром качества. Проехать по новенькой гладкой трассе благодаря проложенному асфальту смогут порядка 37 тысяч жителей Жамбылского, Мамлюцкого и Козылжарского районов. Акимобласти также отметил, что проведено освещение в данном направлении в 3,5 километра, что позволит также более 2 тысячам дачников с комфортом возвращаться со своих земельных участков в любое время суток. Все это делается для того, чтобы все, кто приезжает к нам в город, в областной центр, а мы хотим, чтобы с каждым годом приезжало больше людей, больше, и они видели чистоту, порядок, благоустроенность, безопасность. Им хотелось оставаться здесь еще больше. А оставалось, чтобы хотелось им вкладывать деньги. То есть чистота, порядок, уют, благоустройство – это все тоже очень связано с возможностью инвесторов, которые могут вкладывать деньги в нашу область, в наш город, в наши селы. До конца года планируется полностью завершить реконструкцию 29 километров трассы. Основные строительно-монтажные работы уже выполнены. Осталось лишь обустройство путей, криволинейного бруса, установка дорожных знаков и разметки, рекультивация разрушенных земель. К оставшимся километрам от Мамлютки до пограничного пункта Жаножол приступят же в следующем году. Екатерина Белоусова, Самат Весенгалиев, Служба новостей. Продолжение следует...